Не пытайтесь выбивать клин клином. Помощь в виде психологических защит. А разрыв означает расставание со всем этим, лишение. Всё ещё будет, всё ещё случится. Я психолог Алла Станковская, и хочу поговорить сегодня с вами на тему расставания. Расставание с любимыми, как пережить. «Время лечит» — эта фраза звучит как издёвка. Мало что радует в это время. Или не радует вообще ничто. И уже совсем крайний случай, когда просто жить не хочется. Причины могут быть разные. Это и нестабильная психика, генетически нестабильная и расшатанная психика. Может быть, с сложными отношениями. Вот такой случай — это уже задача близких заметить, не допустить, привести за ручку к врачу. А мы сегодня поговорим о случаях, когда нужна только подсказка, поддержка. Поддержка человеку вот в этот тяжёлый момент. Чтобы он в своей беде не чувствовал себя беспомощным. Чтобы он знал, что всё, что с ним происходит, это нормально. И что из этого можно найти выход, можно через это пройти. Почему расставаться тяжело? Ну, потому что, во-первых, это связано с потерей привычного и комфортного. Когда мы находимся в отношениях, мы строим общую историю, создаём воспоминания и формируем эмоциональные связи с нашим партнёром. А разрыв означает расставание со всем этим, лишение и неопределённость будущего, а встречу ли я кого-то ещё. Кроме того, расставание может вызвать целый ряд эмоций. Таких как гнев, чувство вины, стыд, горе. И эти эмоции могут быть подавляющими. Их трудно пережить. Особенно если рядом нет кого-то, кто поддержал бы. И нет внутренних механизмов преодоления этого. На уровне физиологии привычки могут играть важную роль в психологии расставания. Когда мы занимаемся какой-то деятельностью или находимся в определённой ситуации вместе с другим человеком, наш мозг формирует нейронные связи. И эти связи укрепляются каждый раз, когда мы повторяем те или иные действия. Эти нейронные связи могут быть связаны с памятью, с эмоциями, с ассоциациями. И когда мы расстаёмся с партнёром, наш мозг может продолжать формировать эти нейронные связи, эти нейронные цепочки. И связаны они с этим человеком и нашей жизнью вместе с ним. Поэтому когда мы пытаемся перестроить свою жизнь после расставания, наш мозг сигнализирует нам «Делай по-другому, делай как раньше, делай как вместе с ним». И это, в общем, осложняет ситуацию максимально. В момент расставания наша психика даёт нам помощь в виде психологических защит. И их нужно видеть, их нужно осознавать в себе, чтобы, в общем, справиться с расставанием легче. С одной стороны, эти защиты помогают нам справиться с болью, с тяжёлыми эмоциями, помогают сохранить нам психическое равновесие. Но, с другой стороны, они как бы оттягивают, откладывают решение проблемы. Отрицание. Это механизм, при котором мы не признаём существование проблемы и не хотим её видеть. Мы можем отрицать, что наши отношения закончились. Мы видим своё будущее, фантазируем, галлюцинируем о том, что всё ещё будет, всё ещё случится. И это только пауза. Ничего не произошло. Расстались, сойдёмся. Это, конечно, помогает на какой-то момент защититься от боли, но проблема не решается, она только откладывается на будущее. Другой механизм — это проекция. В проекции мы переносим свои негативные эмоции на чувства других людей, на окружающую нас ситуацию. Например, мы можем винить нашего бывшего партнёра во всех проблемах, и в том числе и в расставание, не признавая своей собственной ответственности, может быть, в чём-то и вины, за отношения и за расставание. Рационализация. Рационализация — это механизм, при котором мы искажаем реальность, искажаем наши действия, чтобы оправдать свои поступки. Например, мы можем объяснять ситуацию некой неизбежностью урокам, ничего нельзя было сделать, и отношения сохранить было невозможно. Есть ещё один механизм — механизм компенсации, при котором мы стараемся обезболить себе потерю, которую испытываем при расставании, другими вещами или действиями. Например, мы можем начать заниматься каким-то новым хобби или увлечься чем-то, чтобы заполнить пустоту. И важно понимать, что вот все эти защитные реакции могут помочь нам пережить трудные ситуации, но они проблему не решают и могут даже усугубить её. Поэтому важно научиться их замечать, распознавать и использовать, чтобы справиться с трудностями. Но не злоупотреблять ими. Первым шагом к выздоровлению после расставания — разрешить себе горевать и разрешить себе переживать различные эмоции. Позволить себе чувствовать грусть, злость, боль. Нужно поделиться своими чувствами, делиться своими чувствами с друзьями, с близкими. Поддержка близких людей может помочь вам почувствовать себя менее одиноко. И не пытайтесь выбивать выбивать клин клином. Этот принцип рабочий, но сработает он позже. Можно попробовать выразить свои чувства через письмо или дневник. Это поможет вам прояснить свои эмоции, свои мысли. В это время необходимо уделять больше внимания своему здоровью. Не допускайте бессонницу, сходите к неврологу, занимайтесь спортом, больше отдыхайте. Занимайтесь деятельностью, которая приносит вам радость. И занимайтесь ею как можно чаще. Гуляйте, читайте книги, смотрите любимые или новые хорошие фильмы. После расставания может потребоваться время, чтобы восстановиться. Не торопитесь, двигайтесь вперед в своем собственном темпе. Говорят, сколько вы входили и сколько были в отношениях, столько же потребуется времени на то, чтобы справиться, на то, чтобы пережить расставание. Но это не так. И если вы себе помогаете, а не усугубляете просматриванием соцсетей любимого человека, расспросами общих друзей, знакомых, то можно справиться за полгода, за год. Это все равно много, да, много, но так устроена наша психика, она очень держится за привычное. Если расставание вызывает у вас серьезные эмоциональные проблемы, рассмотрите возможность обращения к профессионалу, к психологу, к терапевту. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, мне будет приятно. В описании есть ссылки на другие соцсети и до встречи на одной из площадок.